Великой композитор Выдающимся музыканте Иоганне Себастьяне Бахе Великая и мощная, будто вылитая из бронзы, выступает перед нами из глубины веков титаническая фигура Иоганна Себастьяна Баха Потомки с благоговейным удивлением взирают на этого величайшего музыканта, композитора и органиста, кантора и педагога На фоне нашей передачи вы слышите одно из знаменитых произведений Иоганна Себастьяна Баха «Токату и фугу ре минор» Музыка Баха подвергалась метаморфозам восприятия многих десятков поколений, различным долгованием и в музыковических трудах, и в исполнительских интерпретациях А сила ее воздействия все более возрастала, достигнув кульминации во второй половине нашего столетия Если гений есть счастливое сочетание различных черт, встречавшихся у его предков, то одним из лучших доказательств этого мог бы послужить именно Иоганн Себастьян Бах Он принадлежал к семье, которая в течение двух столетий одаривала родную Тюрингию, да и другие немецкие земли органистами, скрипачами, композиторами, церковными, городскими и придворными музыкантами В чем же сокрыта тайна Иоганна Себастьяна Баха? Что помогло ему преодолеть границы национальные и временные? Видимо то, что в музыке своей он говорил о высочайшем благе человеческого существа, о своей вере в бессмертие духа, о силе и красоте тех переживаний, которые лишь очень немногим творцам удалось запечатлеть и раскрыть в произведениях искусства с такой потрясающей правдивостью, искренностью и экспрессией Сложный мир запечатлен в баховской музыке Она взывает к сочувствию, к сопереживанию, к состраданию и к соучастию в радости Искусство великого творца приобщает к общезначимому, вневременному и к тому, что заложено в тайниках души человеческой и вызывает у слушателей немедленный отклик, пробуждая в них неизведанные ими самими, да то ли нравственные силы Охватывая то, что сделано бахом в разных областях музыки, поражаешься не только обилию сочинений, но удивительные разносторонности его композиторского творчества, вообще все его деятельности при внешней его скромной жизни Все существо баха было преисполнено музыке Никогда не довольствуясь достигнутым, постоянно отыскивая новые пути, он являл собой олицетворение творческой музыкальной силы Вот почему ему поклонялись и Бетховен, и Вагнер, и Шопен, и Лист, и Римский Корсаков, и Танеев Музыканты самых разных направлений, разных стран, идущие разными путями и даже принадлежащие разным эпохам, образуют поистине братский союз, спаянный преклонением перед гением Баха Бах в переводе с немецкого означает ручей Однажды Бетховен воскликнул, его нужно звать не Бах, ручей, а море А Гёте, соотечественник Баха, которого по праву считают титаном мировой культуры, прослушав произведение Баха, признался в письме к своему другу У меня было такое чувство, будто вечная гармония беседовала сама с собой, как это было вероятно в груди Господа перед сотворением мира Также волновалась моя сметенная душа, я чувствовал, что у меня нет ни ушей, ни глаз, ни других органов чувств, да в них и не было необходимости Иоганн Спустян Бах родился 31 марта 1685 года в Эзинахе, маленьком захолустном городке Тюрингии, в одном из красивейших немецких краев, в местах, издавна связанных с музыкой Родина Лютера, арена революционной деятельности Томаса Мюнцера, Тюрингия никогда не была центром наиболее ожесточенных битв восставших христиан и плебеев с феодалами После 30-летней войны опустошенная и нищая, она превратилась в глухую и сонную провинцию И все же отзвуки и воспоминания о давно минувших славных событиях, несомненно, жили в народе Но понадобилось и много времени и могучий гений, чтобы воскрешенные образы прошлого, так же, как и видение далекого будущего, обрели художественное воплощение в искусстве Иоганна Себастьяна Баха Иоганн Себастьян всегда гордился тем, что принадлежал к знаменитому музыкальному роду Музыкантами были его дед, прадед, отец, братья отца, их дети, а также родные братья Иоганна Себастьяна Выдающимися музыкантами стали впоследствии его собственные сыновья В течение XVII-XVIII веков по Тюрингии расселилось такое множество органистов, композиторов, скрипачей, флейтистов, капельмейстеров, трубачей и семейства Бахов Что само слово Бах было едва ли не синонимом слову музыканта Никто из этого племени музыкантов не добился ни славы, ни громкой известности Хотя в фамильной хронике Бахов насчитывается больше 50 лиц, оказавших влияние на развитие немецкой музыки От поколения в поколение передавались навыки, мастерство, крепкие творческие силы И, наконец, в великом представителе этой династии музыкантов Иоганне Себастьяне достигли наивысшего расцвета К профессии музыканта, уже традиционной для мужской линии семейства Бахов, Иоганна Себастьяна готовили с ранних лет Первым учителем мальчика был его отец, скрипач, городской музыкант Воезинахи В школе Иоганн Себастьян пел в хоре, составлявшемся обычно из беднейших учеников младших классов За небольшую плату они выступали на различных праздниках, а на похоронах и свадьбах пели духовные песнопения Девяти лет Иоганн Себастьян остался круглым сиротой и был взят на воспитание старшим братом Иоганном Кристофом Последний в свое время ученик крупнейшего немецкого органиста-композитора Пахельбеля Занимал должность органиста и школьного учителя в Ордруфе Под руководством брата проходило дальнейшее музыкальное обучение Иоганна Себастьяна Но гениально одаренная натура вряд ли могла довольствоваться педантичными школьно-ремесленными уроками Иоганна Кристофа Он оказался сухим, нечутким музыкантом Для пытливого музыкального мальчика это было мучительно Поэтому еще десятилетним ребенком он стремился к самообразованию Узнав, что у брата в шкафу хранится тетрадь с произведениями прославленных композиторов Мальчик тайком по ночам доставал эту тетрадь и переписывал ноты при лунном свете Шесть месяцев длилась эта утомительная работа Она сильно повредила зрение будущего композитора И каково же было огорчение ребенка, когда брат застал его однажды за этим занятием и отобрал уже переписанные ноты Здесь-то и проявились первые сильные стороны характера Иоганна Себастьяна Настойчивость, целеустремленность, упорство в труде Раннее стремление к личной свободе побудило 15-летнего юношу оставить дом брата и искать средства для независимого существования В 1700 году Иоганн Себастьян переселился в город Люнибург Прекрасный голос, владение игрой на скрипке, органе, клавесине Помогли ему поступить в хор избранных певчих, где он получал небольшое жалование Здесь же в Люнибурге в 1703 году Бах закончил школу Он прекрасно учился и получил диплом, дававший право на поступление в университет Но воспользоваться этим правом ему не удалось Поставленный перед необходимостью самому себе обеспечивать свою жизнь Бах должен был направить свое внимание и силы на совершенствование композиторского и исполнительского мастерства Единственного для него реального источника существования Теперь обратимся к музыке Послушайте, пожалуйста, Ариоза и Иоганна Себастьяна Баха Ариоза и Иоганна Себастьяна Баха Ариоза и Иоганна Себастьяна Баха Субтитры создавал DimaTorzok На художественное развитие Баха учителя его детства не оказали влияния. Он сам везде находил и отовсюду извлекал лучшее и необходимое для своего музыкального образования. Жизнь музыкального искусства в его прошлом и настоящем служила ему композиторской школой. Изучение богатейшего наследия, творческое постижение современной ему музыки шлифовали и оттачивали музыкальные мысли и письма Баха, помогали раскрыть самого себя, осознать свою творческую индивидуальность. Даже частые перемены службы имели свои положительные стороны, так как давали возможность узнавать новые художественные явления. В этом отношении Люнибург, как затем Арнштадт или Веймар, значительные этапы большого творческого пути композитора. В обширной библиотеке Люнибургской школы хранилось много рукописных сочинений старинных немецких и итальянских музыкантов, и Бах погрузился в их изучение. Освободенный от педантичной опеки старшего брата, он неоднократно из Люнибурга отправлялся в Гамбург, чтобы, слушая, учиться у знаменитого органиста Рейнгена. В те годы гамбургская опера, руководимая Кайзером, находилась в рассвете. Надо полагать, что, бывая там, Бах не прошел мимо нового для него искусства. По мнению Ромена Ролана, влияние Кайзера отразилось на некоторых сторонах музыкальной речи Баха. В самом Люнибурге с 1692 года при церкви святого Иоанна работал один из известных немецких композиторов, ученик Рейнгена Георг Бем. Общение и близость с большим художником – не менее важный фактор в формировании молодого музыканта. Так в атмосфере богатых и живых традиций постигал Бах искусство и мастерство. С Люнибургом кончились годы ученичества и ранней юности, началась новая полоса в многотрудной жизни композитора. В апреле 1703 года Бах в качестве скрипача поступает на службу в небольшую княжескую капеллу в Веймари. Но там он пробыл недолго. Неудовлетворенный работой и зависимым положением, он охотно принял приглашение на должность органиста новой церкви в город Армштадт, и в 1704 году туда переехал. Служба органиста новой церкви была несложной, требовалось умение прелюдировать на органе, разучивать с хором культовые произведения и аккомпанировать хоры во время богослужения. В эти скромные обязанности, с которыми мог бы справиться любой музыкант-ремесленник, Бах вносил молодое рвение, творческий пыл и фантазию, непривычные для служебных норм протестантской церкви. Смелость музыкальных исканий служили причиной столкновения композитора с начальством. В Армштадте Баху впервые пришлось иметь дело с костными церковными чиновниками, с ограниченными немецкими бюргерами. Жизнь его в этом городе сразу осложнилась мелочной, отвратительной войной, начатой мещанством против дерзкого гения, тревожившего его сонный покой. Росло взаимное недовольство, а с ним и охлаждение Баха к своей официальной работе. Тем более сильна была потребность в освежающих новых художественных впечатлениях. Так возникла мысль о путешествии в город Любик, где давал концерты на органе знаменитый немецкий композитор Дитрих Букстехуде. Осенью 1705 года, воспользовавшись предоставленным отпуском, Бах за неимением средств на карету отправился в Любик пешком. Концерты Букстехуды, его творчество, высокое мастерство исполнителя потрясли молодого музыканта. Всем существом он впитывал драматически яркое виртуозное искусство крупнейшего по тому времени мастера органной музыки. Увлеченный, он забыл о своей официальной службе и вместо положенного 28-дневного отпуска пробыл в Любике около 4 месяцев. Теперь послушайте хоральную прелюдию Иоганна Себастьяна Баха. В Арнштадте возвращение Баха было встречено далеко не любезно. Грубый допрос, оскорбительное вмешательство в личную жизнь сделали положение Баха в Арнштадте нестерпимым. И в 1707 году, после трехлетнего пребывания здесь, Бах переезжает в Мюнхгаузен и поступает на такую же должность церковного музыканта. В заключении нашей передачи предлагаем вашему вниманию знаменитое произведение Баха, обработанное в дальнейшем гуно «Ава Мария». На этом мы заканчиваем нашу передачу. Продолжение нашего рассказа о величайшем композиторе Иоганне Себастьяне Бахе слушайте в нашей следующей передаче. Передача была подготовлена саунд-дизайнером Анастей Секиной, ввела ее Султанат Ермекова. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok